Привет, меня зовут Женя Седунова, я психолог, даула, консультант по грудному вскармливанию. Сегодня для Аниного канала мы говорим о грудном вскармливании. Тема этого ролика лактостаз. Что же такое лактостаз? Слово лактостаз дословно переводится как застой молока. Он происходит тогда, когда в какой-то части груди не происходит движение молока, которое должно быть постоянным. Сходит закупорка молочных протоков, так называемая молочная пробка. Вокруг нее начинается отек, уплотнение и может даже подняться температура. Сегодня мы поговорим о причинах, которые могут привести к такому неприятному явлению лактостаз. Одной из такой причин может быть кормление в одном и том же положении или, например, сон на одном и том же боку. В таком положении протоки подмышкой пережимаются и в них прекращается движение молока. Вторая возможная причина это ношение неудобного давящего белья, например, с косточками. Точно также может пережимать протоки и вызывать лактостазы. Физическое воздействие или удар, травма также может вызвать лактостаз. Железистая ткань в груди очень нежная и любое механическое воздействие на нее может вызвать лактостаз. Даже такие, например, грубые ручные сцеживания. Казалось бы, банальные причины усталость, стресс мамин также тоже может быть причиной лактостазов. Использование соски или бутылочки может быть причиной лактостазов из-за неправильного сосания, потому что принцип сосания бутылки один. Ребенок начинает также сосать грудь, неэффективно высасывает молоко, где-то молоко застаивается. Смена погоды. Некоторые консультанты наблюдают такое явление, что при резкой смене давления, скачков температуры, некоторые мамы обращаются с лактостазами в таких ситуациях. В случае жаркой погоды часто мамы забывают пить и от обезвоживания также могут быть лактостазы. Что еще может быть причиной лактостазов? Это так называемые необоснованные сцеживания, когда мама кормит грудью и дополнительно еще сцеживает так называемую досуха грудь. Это старый бабушкин миф, когда женщины кормили по часам. Сейчас, если мама кормит по требованию, дополнительные сцеживания не нужны. Они наоборот разгоняют лактацию, вызывают дополнительный прилив молока, с которым малыш не справляется. Вот и как результат лактостаз. Если у вас после кормления есть ощущение тяжести или ощущение того, что малыш не все усил, можно слегка подцедить до ощущения легкости и облегчения, но не более. Что же нужно делать, если лактостаз все-таки случился? Во-первых, нужно менять положение малыша. Нужно пробовать кормить в разных позах. Главное правило здесь подбородок малыша должен быть направлен в сторону уплотнения. Если уплотнение подмышкой, можно использовать позу из-под руки. В этом случае подбородок малыша направлен к подмышке. Кормить в таком положении. Если уплотнение в середине груди, кормить можно лежа на боку. Подбородок смотрит на это уплотнение. Если уплотнение внизу груди и ваш малыш уже достаточно большой, можно посадить его к себе на колени и кормить в таком положении. Опять же, подбородок смотрит в уплотнение. Если у вас очень редкий случающийся лактостаз в верхней части груди, есть такой лайфхак, как сейчас любят говорить. Можно положить ребенка на диван или на кровать на мамину и кормить вот так, свесившись в таком положении, если он, конечно, согласится. Таким образом, вы освободите верхнюю часть груди. Второе, что нужно делать при лактостазах, это чаще прикладывать малыша к груди, в которой есть уплотнения. Лучше, чем ваш малыш, никто не рассосет это уплотнение. При лактостазах важно наладить отток молока и возобновить движение вот в этом воспаленном протоке. Улучшить отток молока поможет теплый компресс и мягкий массаж. Но это в том случае, если у вас нет температуры, а только уплотнения. Итак, вы делаете теплый компресс на 5-10 минут. Легкий, мягкий лимфодренажный массаж с помощью масла можно сделать, мягкими вибрирующими движениями в сторону выхода молока по уплотнению. Сцедили, приложили малыша, покормили. В процессе кормления также можно потихонечку массировать место уплотнения, но очень нежно и аккуратно. После сцеживания кормления можно приложить прохладный компресс тоже на 5-10 минут. Я раз повторюсь, это в случае, если у вас нет температуры. Если все-таки у вас поднялась температура, ни в коем случае нельзя греть место застоя. Здесь также важно нам наладить отток молока. Можно перед кормлением сцедить грудь, потом приложить малыша. После приложить хладный компресс для снятия болезненных ощущений, в том числе снятия отека. При необходимости вы можете использовать жаропонижающие средства, совместимые с лактацией, для снятия озноба и болевых ощущений. Но надо иметь в виду, что главный индикатор, что вам становится легче, это снижение температуры. Поэтому применение жаропонижающих, да, это как крайняя мера. Одна из главных рекомендаций это отложить домашние дела и отдохнуть, чтобы быстрее восстановиться. Отдельным пунктом я бы хотела сказать, что нельзя категорически делать при лактостазах, хотя многие рекомендации такие можно найти в интернете. Категорически нельзя прекращать кормить, наоборот. Нельзя греть место уплотнения в случае температуры, нельзя применять греющие компрессы со спиртом, камфорой, мазью Вишневского. Нельзя себя ограничивать жидкости, пить по жажде и ни в коем случае не давать никому, кроме малыша, рассасывать вашу грудь. В случае быстрых и правильных действий при лактостазе, боль, уплотнения проходят через сутки-двое. Температура может снизиться уже на следующий день, если вы хорошенько расцедили это уплотнение. Если же у вас появились сильные боли, покраснение, сильный отек, не проходит озноб, воспалились лимфоузлы, обязательно нужно обратиться к врачу, дружественному грудному скармливанию мамологу, сделать УЗИ и в случае необходимости этот врач уже может назначить антибиотики, совместимые с грудным скармливанием. На этом наш ролик подошел к концу. Ставьте лайки, комментируйте внизу, под видео. Если есть вопросы, пишите мне в директор.